Новости на телеканале Видное ТВ в студии Татьяна Брылова. Здравствуйте! И сначала коротко о темах этого выпуска. Двухкилометровая эстакада Дрожжино-Боброво открыта. Отдельно хочется выразить благодарность руководству Ленинского района за конструктивный подход и поддержку наших проектов на территории муниципалитета. Переход на цифру. Так ли страшен черт, как его молюют? Пролея на аналоговым каналам мы проводим вещания и цифровых каналов. Тяжело в учении, легко в бою. В районном Доме культуры прошла учебная тревога. Заня на районный центр культуры и досуга заложено в зерновой устройстве. Дорожная эстакада Дрожжино-Боброво, строительство которой продолжалось в течение двух лет, открыто. В эксплуатацию объект запустил глава Ленинского района Валерий Венцель и представители компании-застройщика. А после журналисты отправились в пресс-тур, где им рассказали о дальнейшем разрешении дорожно-транспортных проблем Ленинского района. В Московской области эстакада Дрожжино-Боброво протяженностью чуть более двух километров стала первой построенной за счет инвестора. Группа компании «Пик» потратила на ее строительство два года и 1 миллиард 750 миллионов рублей. По словам руководителя проекта территориального управления ЮГ по Московской области Сергея Караваева, это демонстрирует серьезность намерений застройщика по созданию комфортной среды для жителей. Хочется сказать спасибо всем участникам строительства за ваш высокий профессионализм и ответственный подход к решению поставленных задач. Отдельно хочется выразить благодарность руководству Ленинского района за конструктивный подход и поддержку наших проектов на территории муниципалитета. Эстакада станет частью дороги Дрожжино-Боброво-Лопатина. Пропускная способность участка составит более двух с половиной тысяч автомобилей в сутки. Сейчас готовится документация для передачи трассы на баланс муниципалитету. Валерий Венцель поблагодарил застройщиков за соблюдение повышенных обязательств. Он отметил, что подобные проекты, как правило, берет на себя государство. Начинаем. Запускаем. Туда. Раз, два, три. Эстакада Поброво-Дрожжино открыта. Мы всегда, работая с инвестором, говорим о том, что у нас правило одно. Объекты социального значения должны запаздывать с вводом жилья в эксплуатацию. И вот здесь хороший симбиоз сотрудничества. Группа компании ПИК выдержала все свои обязательства. И вот сегодня мы получили эту замечательную трассу. Я уверен, что на перспективу группы компании ПИК, которая является единственным крупным застройщиком на этой территории, сельского поселения Булатниковска и впредь, будет выполнять свои социальные обязательства. А сегодня у нас действительно праздник. На торжественной церемонии открытия эстакады рабочий день Валерия Венцеля только начинался. Глава Ленинского района провел для журналистов специальный пресс-тур. Валерий Николаевич подробно рассказал представителям СМИ о разрешении дорожно-транспортных проблем. По его словам, улучшения в городе Видное будут иметь не точечный, а комплексный характер. Выезд 6 микрорайона. Это на трассу М4. Следующий – это расширение вот этой дороги Ермолина-Сопронова-Калиновка до 6 метров. И следующее – это обустройство и увеличение полос на, значит, круговом движении, на пересечении Березовая проспект Левского-Казацамола и улицы Советская. Последний из запланированных проектов – выезд из деревни Терычево – будет реализован в 2022 году за счет частных инвесторов. Основная и самая масштабная часть работ, связанных с улучшением дорожно-транспортной ситуации в Ленинском районе, завершится годом раньше. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Ежемесячное расширенное оперативное совещание с руководителями муниципальных служб и предприятий провел сегодня глава Ленинского района Валерий Венцель. Детали встречи в нашем следующем сюжете. На встрече подвели итоги работы за февраль и наметили планы на ближайшее время. Но прежде всего Валерий Венцель рассказал о важной новости. На днях состоялся запуск эстакады над Сиферопольским шоссе. Четыре полосы этого сооружения обеспечат удобный с ветерком трафик для автомобилистов. Я считаю, что хороший задел связан с тем, что наше Расторгуйское шоссе, которое в последнее время несет большую нагрузку по транспорту, здесь получило некую альтернативу. Понятно, что на этом не будем останавливаться. В целом, за минувший месяц муниципалитет продемонстрировал отличные показатели во всех ключевых отраслях. Постоянно совершенствуется область предоставления услуг жителям. Так, наш МФЦ не просто в десятки лучших. В феврале он занял второе место по всему Подмосковью. Кроме того, совсем скоро в шаговой доступности многофункциональный центр будет для жителей микрорайонов Бутово-парк и Бутово-парк-2. Здесь, в одном из торговых центров, откроется новое отделение. Запуск запланирован на май. Радостное событие ждет это весной и местных школьников, и их родителей. Вот-вот распахнет свои двери Лопатинская школа. Мы получили последние заключения, как позже надзора, Роспотребнадзора. Сегодняшний день оформление, я думаю, на этой неделе завершим в казну, примем собственность. Соответственно, заявляемся на лицензию. И, Валерий Николаевич, она у нас запланирована в апреле, как раз после весенних каникул, с формированными классами. Данная школа не только будет торжественно открыта, но и начнет свой образовательный учебный процесс. Далее с докладом выступил заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков. Его выступление было посвящено одной из самых горячих тем. Актуальным тарифам за вывоз мусора и новым правилам обращения с отходами, которые действуют с этого года. Теперь стандарт предполагает двухконтейнерную систему, где серые баки предназначены для бытовых отходов, а синие – для сухих. Таких как пластик, стекло, макулатура и металл. Так вот, на сегодняшний день, как вы видите, коллеги, у нас поставлено 1485 серых контейнеров и 286 синих. Соответственно, 63% мы закрываем с вами по серым контейнерам на сегодняшний день и чуть больше 32% по синим. Задержка связана с небольшим количеством заводов, производящих такое оборудование. Впрочем, по заверениям властей, уже до 1 мая появятся на своих положенных местах все серые контейнеры, а до 1 июня – все синие. Расценка для жителей многоквартирных домов составляет 8 рублей 32 копейки за один квадратный метр. А в частном секторе введена тарифная сетка в зависимости от общей площади строения. Например, за дом от 50 до 100 квадратов платеж в месяц 200 рублей, а за метраж 100-150 – 400 рублей. Вокруг этой темы немало ажиотажа, поэтому Валерий Венцель распорядился проводить активную информационную политику. Давайте и в соцсетях по максимуму, давайте привлекайтесь сюда, Сергей Анатольевич, занимайтесь тем, чтобы какие-то универсальные, если не формулы, то информационные вещи были на нашей наружной рекламе. Давайте побольше, побольше рассказывать. Завершилось совещание на приятной ноте. Глава муниципалитета поздравил женщин с приближающимся 8 марта. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В районном историко-культурном центре прошел областной семинар на тему профилактики коррупционных и иных правонарушений органов местного самоуправления муниципальных образований. Его соорганизаторами стали сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области, администрация губернатора Подмосковья, региональная прокуратура и Министерство труда России. Семинар был приурочен к началу кампании, в ходе которой лица, замещающие должности руководителей государственных и муниципальных служб, обязаны представить декларации, в которых будут указаны сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кампания наступила, и сведения должны представить лица, замещающие должности на основе муниципальной должности до 1 апреля. Встречу устроили для работников правовых кадровых подразделений Организации по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В нем приняли участие представители 14 муниципальных образований Московской области. Несмотря на то, что декларационная кампания уже стала традиционной, подобные семинары не теряют своей актуальности. Мы все ежегодно заполняем декларации о доходах и расходах. Они с каждым годом становятся все сложнее. Их переводят в электронную форму. И вы знаете, только от того, как ты правильно заполнишь декларацию, по сути дела, зависит судьба работника. В прошлом году, по словам Алексея Селезню, в Московской области лишились своих постов 15 чиновников. По мнению организаторов, чем больше нюансов о заполнении декларации будут знать сотрудники правовых и кадровых служб муниципалитетов, тем меньше вероятность ошибки в предоставляемых документах. Возникают такие вопросы, казалось бы, простые. А почему должна моя супруга представлять сведения? Ведь обязанность у меня, говорит муниципальный депутат, нет. Мы говорим, что по закону ваша обязанность представить, а у супруги обязанность представить вам. То есть спрос будет именно с муниципального депутата, который не представил сведения о доходах своей супруги. Всего месяц отводится чиновникам и депутатам на предоставление декларации. Впрочем, еще в течение месяца они имеют право вносить в них необходимые правки. С 15 апреля Московская область переходит на цифровое телевизионное вещание. С этого дня аналоговый эфирный сигнал будет отключен. Смотреть любимые передачи на 20 федеральных каналах можно будет в более высоком качестве. Как не остаться без телевидения и подготовиться к переходу на цифру заранее, узнала Екатерина Борисова. Передатчики первого пакета каналов цифрового эфирного ТВ заработали в полном объеме в 83 регионах России в декабре 2017 года. В 2018 российская телевизионная и радиовещательная сеть закончила строительство сети второго мультиплекса. С 1 января этого года во всех регионах нашей страны началось цифровое телевизионное вещание параллельно аналоговому. Но 15 апреля аналоговый сигнал планируют отключить. Новые технологии позволят смотреть любимые передачи в лучшем качестве. Картинка станет четче, звук богаче и больше никаких помех. Как оказалось, многие жители Ленинского района уже готовы к переменам. Проверяли, все в приставке ставили, работает отлично, все хорошо. Там все принимают, все нормально, давно готово. Ну вообще я планирую позвонить по телефону, позвонить и узнать. Изменения в первую очередь коснутся пользователей общедомовой антенны и частных домов. Для приема и просмотра 20 каналов в цифровом качестве им необходимы либо современный телевизор, как правило, не старше 2013 или 2014 года выпуска, либо специальная цифровая приставка. Если нет ни того, ни другого, скорее всего, 15 апреля на экране своего телевизора вы увидите лишь информационную заставку, предлагающую настроить ваше оборудование для приема цифрового сигнала. Если, соответственно, телевизор обладает цифровым тюнером, ему нужна комнатная антенна и непосредственно цифровой телевизор, если не обладает, он приобретает антенну, телевизор и телевизионную приставку. Чтобы проверить, может ли ваш телевизор принимать цифровой сигнал, достаточно зайти на сайт российской телевизионной и радиовещательной сети rtrs.ru, выбрать вкладку «Центр консультационной поддержки», а затем перейти по ссылке «Все для приема». На этой странице можно проверить, поддерживает ли ваш телевизор цифровой формат, или для просмотра понадобится приставка. Достаточно просто ввести название фирмы-производителя телевизора и выбрать из списка соответствующую модель. Впрочем, абоненты системы кабельного телевидения МАУК ВДК перемен практически не почувствуют. Данная станция уже предназначена для приема цифровых каналов и преобразования в аналоговый формат абонентам тем, у кого нет возможности приобрести цифровой телевизор или приставку. Параллельно аналоговым каналам мы проводим вещания и цифровых каналов. То есть абонент также имеет возможность смотреть как аналоговые, так же и те же самые каналы в цифровом формате. Абоненты, подключенные к головной станции МАУК ВДК, сейчас имеют возможность смотреть более 60 каналов. С отключением аналогового сигнала для них практически ничего не изменится. Все каналы можно будет смотреть как на старых телевизорах, так и на современных цифровых. Сюда, в центральную головную станцию, приходят сразу два сигнала – аналоговый и цифровой. В каком качестве вы будете смотреть телевизионные каналы после 15 апреля – решать вам. Кстати, людям, чей доход ниже прожиточного минимума, в Центре соцзащиты могут помочь приобрести цифровую приставку. Совершенно не обязательно при этом ему иметь какой-то чек, либо какое-то другое подтверждение. То есть достаточно того, что он в заявлении укажет, что ему необходимы денежные средства на приобретение такой приставки. Также в Центре соцзащиты могут помочь и с установкой и настройкой оборудования. Этим займутся волонтеры из Молодежной палаты Ленинского района. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В соответствии с планом работы антитеррористической комиссии Ленинского района, в Центре культуры и досуга была объявлена учебная тревога. По телефону получила информация. Заданное районное Центре культуры и досуга заложено в взрывное устройство. Поступайте вместе. Взрывное устройство, конечно, условное, а вот все остальное – самое, что ни на есть подлинное. Первым делом из Дома культуры эвакуировали всех, кто находился в его стенах. Дальше отряд специального назначения, прибывший на место в течение нескольких минут, блокировал подходы к зданию и огородил прилегающую территорию. По тревоге прибыли экстренные службы – пожарные, медики и полиция. Дальше за работу взялась кинологическая служба. После обнаружения предполагаемого взрывного устройства начальник отдела по территориальной безопасности подвел итог учебной тревоги. Цели тренировки достигнуты. Были отработаны именно действия не только экстренных служб, но и посетителей, и также персонала объекта. Подобные мероприятия проводятся в районе регулярной. В большинстве случаев все участники справляются со своей задачей на отлично. И коротко о погоде. Во вторник, 5 марта, днем будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит 3 градуса тепла. Ночью от нуля до 2 градусов со знаком «плюс». И это все новости на сегодня. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!